В уютном театральном зале культурного центра, как обычно, много зрителей. И это не только родители артистов, но и ребята с ближайших деревень. Все знают, если театральная студия «Волшебная страна» что-то представляет, будет интересно. За лето подготовили достаточно большой объем литературного материала. Это то, с чем студия будет выезжать на конкурсы, потому что очень много конкурсов именно чтецких, литературных. Это приобщение к классике, потому что не вся та классика, которая преподается в школе, она понятна. А это немножечко такой шаг именно в литературу серьезную. Маша Сергеева открывала концерт, пожалуй, самым легким произведением вечера – Мэри Поппинс. Девочке всего семь лет, но она настолько была погружена в материал, что не прерываясь читала сказку около восьми минут. Он вскочил с дрона и воскликнул, как я сразу не заметил! Взгляните на ее правый рог, на нем звезда, наверное, падала и зацепилась. Прошу вас, снимите с рога звезду, чтобы эта леди перестала плясать. В этот день в основном звучали произведения классиков – Достоевского, Островского, Андерсена и многих других авторов, известных каждому читающему человеку. Таисия Лунева выбрала для выступления стихотворение Бориса Слуцкого «Лошади в океане». Искренне переживая страшную трагедию, описанную поэтом, девочка не смогла сдержать слез. Мне жаль, рыжих, не увидевших земли. Это стихотворение о невинных животных, которые умирают не по своей вине. То есть стихотворение говорится о войне, то, что мина кораблю пробила днище. Для работы над произведениями на литературный вечер пригласили актера Дмитрия Воронина. Он принес яркие моменты в жизнь студии и открыл для девочек новые возможности. Есть такой момент. Можно очень долго, очень долго репетировать, общаться с учениками, рассказывать, приводить образные примеры и так далее. Но актер, он зажигается перед зрителем. Раскрывается в полной степени только перед зрителем. Что вы сегодня увидели? Таней Журавлевой для прочтения было выбрано произведение Олеси Александра Куприна. Еще задолго до выхода на сцену девушка сняла обувь и ходила босиком. По мнению актрисы, это помогает настроиться. Я босиком, потому что это часть образа. Придумала это Анна Валентиновна. Ну, немножко холодно. Чтобы вжиться в роль, ребятам приходится терпеть ряд неудобств. И это не только босые ноги, но и исторические костюмы, сложные прически, а также грим. Но именно это делает актера интересным и запоминающимся для зрителей. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.